всем привет с вами сид и мы продолжаем проходить detroit become human так у нас проблемы с маркусом насколько вы помните нам надо найти ноги в первую очередь сейчас потому что у него их нет так давайте рискать что тут у нас компонент правая нога статус функционирует совместима давай хорошо перевернуться так снять блин прям так грязную да с песком еще и плохо вставляется ведь мы про это ну а куда деваться выбора нету так ползти это у нас что правая у нас уже есть правая нам надо левая так выкидывай и нафиг дальше так это на что вот левая нога совместим берем отлично все ноги мы заменили выбраться со свалки необходимо пойдем так судя по всему нам сюда твою мать есть место где наши свободны найди иерихон найди иерихон есть место где наши свободны что-то он там увидел какой-то финтал или что название в компании пойдем пойдем-пойдем-пойдем е-мое сколько рук они получается все не вы них чё выкидывают на свалку и не выключают не отвечают где активируют где активируют отстань ты чё надо куда хочу туда и иду что за 6 но я здесь не один такой дохожу брожу он вообще полтел так заменить поврежденную поврежденные детали что мне надо непонятно смотрите перевернуть что тут у нас так регулятор теремного насоса не совместим оптический блок не тот так а ты далеко ползешь наверх так с тебя взять ничего нельзя да отстань лишь привет что есть у тебя так о регулятор тем не будет теремного насоса совместим пойдет блин не я не буду убивать пощадить я переиграл то потому что сына убил художника не стал мне не 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 я никого не хочу убивать и это точно не мой путь тут у нас что оптический блок несовместима пойдем дальше искать это будет печально если будет у нее только этот насос теремный это будет очень печально так у тебя что-нибудь есть ясно капец они конечно жуткий уровень прикончили прошу я больше не хочу жить нет нет стой не бросай не бросай меня жесть так я не понимаю я вообще по правильным путям хожу или нет осмотреть что-то можно во наконец-то оптический блок совместима ты же ничего ты же не против друг ты же не против отлично этого нам еще не хватало какой же ты маркус не везучая так новых скинули может у них есть какие запчасти нам нужно так но здесь понятно сейчас оптический блок заберем да так 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 глаза разные у нас корея вставили голубой себе новый глаз так так ну зрение хотя бы нормально теперь четко так регулятор насоса и звуковой процессор понятно посканировать теперь я могу сканировать типа намекает да мне кажется я хожу по кругу ну да ладно проверить нет несовместимо хорошо так я тут уже шел пойдем просто по прямой вот вижу всякое всякое тут у нас что нет не подходит несовместимо здесь что-то я вижу смотрим отлично открыть а что это? почему она у него в руке? вставить вставить ага так наконец-то я слышу теперь дождь тут у нас что? вот вот здорово третья запчасть нашла забираем так так снимаем вставляем вставляем состояние стабильно хорошо так ну получается все почистнее встать забрать забраться по склону давай заберемся пойдем пошли и и это вы Давай, давай, давай. Проверить? Что проверить? Что опять не так? А это тебе зачем? А, ты хочешь её убрать? Не, ну логично, если его подозревают в том, что он причастен к смерти своего хозяина. Моё имя Маркус. Эпично. 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 Так. Никого я не убивал, да? Хорошо, ладно, продолжить. 6 ноября 2038 года. 9.56 утра. Разыскать Аманду? Пойдём поищем Аманду. О, прикольно здесь. Что это за сад? Сад камней, по-моему, он называется, если... Я не ошибаюсь. Птички. Птички всякие. А это что такое? Посмотреть. И что он даёт? А если ещё раз? Просто, да, типа? Ладно, пойдём дальше. Погуляем. Ну, здесь прям красиво у них. Что это за парк такой? А, вон. Это Артамана, наверное. Ну, ладно, давайте в округе прогуляемся. Может, ещё что-нибудь найдём интересное. Вот уже какой-то постамент нашли. Потрогали его, правда, непонятно, что нам это дало. Сюда не могу дойти. Сюда могу, зато. Судя по всему. И что это? Нет, тоже не могу. Ладно. Так, отсюда я начал наш путь. Хорошо. Сюда, что ли, получается? Сюда. Ты, наверное, Аманда, да? Ну, да. Логично. А что тут за лодка у нас? Поплавать нельзя, к сожалению. Так. Ну, давай поболтаем. Здравствуйте, Аманда. Конор, рада тебя видеть. Поздравляю тебя, Конор. Спасибо, с чем. Найти девианта было очень непросто. Его допрос ты провёл очень грамотно. Старался. Я очень тобой довольна, Конор. Спасибо, Аманда. Мы попросили полицию отправить его к нам для исследования. Это даст нам ценную информацию. Хорошо. Допрос был очень... непростым. Что ты думаешь о девианте? Девиация? Признаки девиации были налицо. Когнитивная нестабильность, непредсказуемое поведение и, конечно, эмуляция эмоций. И даже страх смерти. Модель явно имела дефекты. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нём думаешь? Интригующая личность, наверное? Он раздражителен. Имеет проблемы в общении. Но, полагаю, он был хорошим детективом. Интригующая личность. К сожалению, нам придётся с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Ммм, адаптируюсь? Я к нему адаптируюсь. В интересах расследований необходимо избегать с ним конфликтов и подстроиться под его особенности. Всё больше андроида в демонстрировали признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберётся в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Торопись, Коннор. Времени мало. Ясно. Так, разыскать лейтенанта Андерсона. Давайте разыщем. Хэнк, симпатия. Подойдите к стойке регистратуры. Поговорите. Вам помочь? Я пришёл к лейтенанту Андерсона. Вы авторизованы? Да. Давай соединимся с ней. Почему бы и нет? Симпатичный. Лейтенант ещё не пришёл. Подождите его на рабочем месте. Не вопрос. Так. Давайте-ка осмотримся, что тут у вас есть. Прикольно. У тебя просто шок. Ты... Ты успокойся. Ты успокойся. Накануне патрульный катер БМС США столкнулся с российским транспортником. Конечно. Пока обошлось без жертв и повреждений. С обеих сторон сделаны лишь предупредительные выстрелы. Министр обороны Деннис Рикс назвал это возмутительной провокацией, которую нельзя игнорировать. Другие страны региона, в частности Швеция и Канада, призвали стороны немедленно отозвать войска и начать международные переговоры. Пока ни от Москвы, ни от Вашингтона, ответа не последовало. Мы будем держать вас в курсе того, как развивается ситуация. Спасибо. Так. Ладно. А, мы видим сюда. Хорошо, что-то... Ооо, сколько тут активных действий. Может это новое фор... Узнать направление. Я ищу лейтенанта Андерсон. Его стол вон там. Короче, нужна экспертиза. Спасибо. Долго искать не придется, это хорошо. Читать. Ооо... Не стало знаменитого детройтского художника. Карл Манфред один из ярчайших огней Детройда. Он предупреждает об опасности Третьей мировой войны. Президент Уоррена поддерживает 33% населения. Подтвердили сообщения о смерти знаменитого художника Карла Манфреда. Согласно заключению по толгоанатома, причиной смерти стал сердечный приступ, спровоцированный бытовым конфликтом. Сын художника, Олео Манфред, попросил сми не тревожить покой семьи в это непростое время. Карл Манфред прославился в 2020-й как основоположник неосимволизма благодаря своим мрачным картинам, созвучным творчеству Фрэнсиса Бэккона. Затем последовали годы плодотворной работы, пока не наступил трудный период, омраченный алкоголем и наркотиками. Однако несколько месяцев назад художник снова взялся за кисть. Губернатор Детройда выразила его семье соболезнования от лица всего города, назвав Манфреда одним из ярчайших огней Детройда. В ближайшие несколько недель правоприемник Манфреда выставит его картины на аукцион. Сейчас его сынишка все картины продаст и будет торчать. На эти бабки, блин, обидно. Иванов говорит нет. Российский президент ответил на предупреждение Уоррен. Киберлайф первой в мире достигла капитализации в триллион долларов. Население Земли достигло 10 миллиардов. Российский президент Иванов дал ответ на требования президента Уоррен немедленно вывести всероссийские войска из Арктики. Иванов назвал слова Уоррен дипломатией рупора и заявил, что главная угроза для стабильности в этом регионе – разжигание Америка и военной истерии. Кремль опубликовал подробные заявления с обоснованием притязаний России на данную территорию. А Иванов, по его словам, хотел бы напомнить президенту Уоррен, что Соединенные Штаты, как и любая другая страна, обязаны соблюдать конвенции ООН. Конфликт не утихает. Полезно, полезная инфа. Так, что тут у нас? Да, это оно. Хорошо. Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерсон? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо. Спасибо. Ясно. Сесть. Ну, давай сядем. Что еще мы можем? Осмотреть новый офис. Давай осмотрим. Встать. Слушай, не жаль. Так. Слушать. Хэви-рок. Хэви-дарк-метал. 2021. Черный рыцарь смерти. Прикольно. Позвонить? А кому? Звонок Хэнку Андерсону. Привет, это Хэнк. Пока не могу ответить. Оставьте сообщение, если приспичило. Но перезвонить не обещаю. Бейп. Короче. А, ставить сообщение. Лейтенант Андерсон, это Конор. Андроид из компании Киберлайф. Я жду вас в офисе. Уже почти 12. Ясно. Так. А что тут у них? О, буфет. А это че? Вернуться к столу Хэнка? Ладно. Давай вернемся к столу Хэнка. Рад вас видеть, лейтенант. О, господи. Хэнк! Иди-ка сюда. Изучить. Опа. Пончики. Понятно. Че это у нас? Кофейная чашка. Холодный кофе, следы кофеина. Клен веерный. Азиатская внешность вид сигарет. Сиси Гассира. Сехин. Е-мое. Фиг выговоришь? Так. А, ну пончики мы уже смотрели. Спички происхождения в бар Джимми. Волосы собачьей шерсти Бернард. Понятно, у него песик есть. Оперативная группа Красный Лед. 2027 сборный отряд полиции провел ликвидацию сети распространения Красного Льда в 2028 году. Хорошо. Это что? Бейсболка Детройт. Более. Да за Детройт, значит. Лозунги против андроидов. Пользуйтесь мозгами, не андроидами. Зона свободная от андроидов. Проанализировать. Полиция Детройта поймала лидеров Красного Льда. Более 50 арестов по всей стране. Полиция нанесла сокрушительный удар, похвативший город эпидемии Красного Льда. За решеткой оказались сразу нескольких крупных распространителей и поставщиков. А партия изъятых наркотиков оценивается на суммы в полмиллиона долларов. Считается, что ключевую роль в этой операции, на подготовку которой потребовалось несколько месяцев, сыграл детектив Хэнк Андерсон, молодой, но весьма талантливый сотрудник полицейского управления Детройта. Окружной прокурор назвал проведенную детективом операцию и его коллегами операцию образцом качественной полицейской работы. Детектив Андерсон повышен до лейтенанта, самый молодой лейтенант в полиции Детройта. Лейтенант Хэнк Андерсон один из самых прославленных сотрудников полицейского управления Детройта. На его счету несколько крупных арестов, и среди коллег он пользуется заслуженным уважением. Капитан Фаулер заявил, что новое звание следовало присвоить уже давно. По его словам, Андерсон один из самых талантливых людей, с кем ему когда-либо приходилось работать. Свежеиспеченному лейтенанту пророчат быстрое продвижение по службе и, вероятно, должность комиссара. В Детройте изъята рекордная партия красного льда. Почти тонна красного льда, обнаруженная в корабельном трюме по итогам долгого расследования, проведенного лейтенантом Андерсоном из полиции Детройта. У лейтенанта Андерсона были награды за службу. Хорошо. Так. А, он сюда пошел. Мне на стол валится по 10 дел обандроле. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную и вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только Киберлайф. Это уголовное расследование и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребанными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня! Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип. Будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, а уж особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен! Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. Мда. Андерсон? У меня нет уверенности, что лейтенант Андерсон наилучшая кандидатура для этого дела. Так. Еще не хватало, чтобы робот учил меня что делать. А ну пошел вон отсюда. Хорошего дня, капитан. Чисто нормальное было совещание у капитана, конечно. Что у нас тут? А, тут я смотрел. Тут буфет, что ли? О, какие люди. Ну ты погляди. Наш дорогой пластиковый детектив снова вернулся. Поздравляю со вчерашним, весьма впечатляет. Представится. Приветствую. Мое имя Коннор. Понял ты. Я такого еще не видел. Что за модель? Проигнорировать. Слышь, я с тобой разговариваю. Эй, сделай мне кофе у шлепок. Ты че, офигел что ли? Ну что стоишь? Извините. Я подчиняюсь только лейтенанту Андерсону. А, а. Ты че, падла? Если бы Хэнк вчера не влез, я бы тебе объяснил, что людей надо слушаться. Держись подальше. В другой раз. И я тебя жалеть не буду. Ох, я это запомню. Ох, запомню, тварь. По данным ряда источников, полиция Детройта получила от Киберлайф некую модель андроида-детектива. Конечно, полиция уже давно применяет андроидов для вспомогательной работы, но сообщается, что этот революционный прототип будет непосредственно участвовать в расследовании преступлений. Мы обратились в Киберлайф за комментарием, но в компании заявили, что все заняты. Первая книга, написанная искусственным институтом, не успела выйти, а уже не успела. Так, ничего взять нельзя. Тут у нас что? Старчок какой-то сидит. Ага. Они уничтожат меня. Давай с сочувствием. Мне жаль. Я этого не хотел. Но помочь я не в силах. Я знаю, ты что-то скрываешь. Я должен узнать, что, пока тебя не забрали. Опа, скульптура. Ты сделал скульптуру. Расскажи мне о ней. Ну расскажи. Меня ждет смерть. Обидно. 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 Открывайте камеру. Скорей. Позвоню в Киберлайф. Пускай уберут. Интересно, я мог как-то это предотвратить? Ладно. Зайти не могу? Не могу. Что ж, хорошо. Так, давайте поговорим. У меня один делок, смотри. Давай понимаю еще что-то. Я чувствую, что мое присутствие причиняет вам неудобства, лейтенант. И я приношу вам за это свои извинения. Напарники. Мы напарники, и следует узнать друг друга получше. Стол. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. Хорошо. Изучить досье девиантов. Давай. О, смотри-ка, собака. У вас есть собака, да? С чего ты взял? На кресле собачьей шерсти. Люблю собаку. Как зовут вашу? Тебе-то что? Сумо. Сумо. Сумо зовут. Интересное имя для собаки. Сумо. Так, баскетбол, музыка, предзрение к андроидам. Давайте музыку. Вы слушаете рыцарей черной смерти? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь хэви метал? Ну, не то чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. Ладно, что за фаулер? Вы давно знаете капитана Фаулера? Да, слишком. Так, приступить к работе. Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. Логично. Так, получить доступ. Так, потерпевший утверждает, что оставил андроида дома, как обычно, и пошел на работу. По возвращению обнаружил, что андроид отсутствует. Следы взлома отсутствуют. Возможно, андроид покинул квартиру без соответствующего распоряжения. Потерпевший утверждает, что на него напал андроид марки модели AV500. Работающий официантом в сетевом ресторане «Быстрые хот-доги», расположенном по адресу Чимберленд Авеню 842. По словам потерпевшего, андроид неожиданно набросился на него и попытался задушить, а затем скрылся. В настоящий момент местонахождение андроида неизвестно. Ладно. Так, потерпевший утверждает, что на нее напал ее андроид модели AR700. Андроид также устроил погром в нескольких комнатах, после чего покинул дом. Потерпевший, менеджер клуба рай, сообщил о необъяснимом исчезновении секс-андроида модели VR400. Указанный андроид сопроводил клиента домой и не вернулся в клуб. Знаменитый художник Карл Манфред обнаружил опа. Мертвым у себя в доме после стычки, произошедшей между его сыном и домашним андроидом. Согласно показаниям сына художника, андроид вел себя агрессивно. Андроид, который по имеющимся данным является прототипом модели Семирный номер неизвестный, был уничтожен прибывшими на место преступления сотрудниками полиции. Так, а вот и Кара. Тело жертвы обнаружил заглянувший в гости друг. Он немедленно вызвал экстренную службу. Звонок зафиксирован в 8.42. Прибывшие на место сотрудники зафиксировали смерть от огнестрельного ранения. Орудие убийства, возможно, принадлежало погибшему. Его андроид, модель AX400, в доме не обнаружен. На данный момент машина считается главным подозреваемым. Так, сканировать все файлы. 243 досье. Первое 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера вечером модель AX400 убила человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Давай профессионально. Может, это новое. Знаю, вы не рады, что вам поручили это расследование. Но вы же профессионал. А давай ты уже пойдешь нахер. Я запрошу. Конструктивно. Меня назначили выполнять расследование. А не сидите ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Слышь, говнюк. Была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант? Простите, что отвлекаю. Есть информация о модели AX400, вчера убившей человека. Ее недавно видели в Риббендене. Хорошо. Переполка окончена. Не очень удачное начало нашего партнерства. Ну что ж. Ладно, посмотрим, как будет дальше. Может быть... Что-нибудь... Так. Вы нашли волшебный камень. Тут я что-то не нашел. Хэнк в ярости. У Хэнка есть зацепка. Ладно. 6 ноября 2038 года. 10.25 утра. А, это глава у нас с Карой и Алисой. Алиса доверия. Это хорошо. Проснулись. Давайте, наверное, на этом закончим. И так уже серия очень длинная. Вышла уже больше 40 минут. Так что... Оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК. И смотрите продолжение. Всем удачи, друзья.